Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики моего канала! В этом видеоуроке я хочу вам показать, как шить вот такую замечательную, пышную, очень красивую, яркую юбку. Почему я показываю этот мастер-класс? Потому что здесь я хочу сделать пояс с резинкой. То есть, одна часть будет пояса просто плоская, а вторая на задней части, на спинке, у ребеночка будет резинка, пояс с резинкой. Поэтому я хочу показать, как я раскроила этот пояс, с чего он будет состоять и вообще технологию пошива основной части юбки. Раскрой юбки будет состоять из прямоугольников, то есть здесь ничего сложного нет. И первый прямоугольник будет длиной 41 см, в моем случае это длина юбки. Здесь я не добавляла припуск, так как я буду делать еще подъюбочник, и он у меня будет меньше как раз на ширину припуска. Поэтому здесь я не добавляла. Если вы юбку будете шить без подъюбочника, то, конечно, сразу добавляйте припуск. Ну, примерно это будет 3 см. Ширина юбки я определила так. Так, взяла обхват талии, ну, либо длину пояса, мы замерили именно в том месте, где у нас будет наша юбочка сидеть, и умножила на 2,5 см. То есть юбка у меня будет такая пышная. Если вы хотите менее пышную, тогда берете, умножаете на 2, либо на 1,8. Если еще хотите, чтобы она была более пышной, то умножайте на большее число. Итого у меня получилось 180 см. Вот, это получилась моя юбка. 41 на 180 см. Следующая часть, это пояс. Пояс у нас будет состоять из двух кусков. Первый кусок, он самый такой длинный. Половину пояса я сразу скажу, что я его продублировала, чтобы он у меня был плотненький. Это часть пояса, которая будет у нас находиться спереди. Как я определила данную длину пояса? Я взяла длину пояса, ну, или обхват талии, у меня 72 см. Разделила на 2 и прибавила 20 см, чтобы швы пояса у нас были не ровно по бокам, да, а заходили чуть-чуть на спинку. Поэтому я прибавила еще 20 см. Итого получилось 56 см. И прибавлю еще припуски 2 см. И шириной, в моем случае, 20 см. То есть у меня будет широкий пояс. Вот такой вот он будет широкий. Так, это передняя часть пояса, понятно. Задняя часть пояса, это именно там, где у нас будет резинка. Как определить длину этого пояса? Нам необходимо от всего обхвата талии мы отняли вот эту вот длину передней части пояса и узнали, сколько у нас будет длина нашей резинки. Это 16 см. Дальше 16 см мы умножили на 2, ну, либо на 2,5, чтобы определить длину второй части пояса. То есть мы, почему мы это сделали, почему мы умножили на 2 или на 2,5, чтобы наш пояс сзади был со складочками, да, у нас юбка вся в складочку, и пояс у нас тоже должен быть в складочку. И вот таким вот образом мы раскроили юбку. И теперь берем и соединяем пояс между собой. То есть вот берем его и стачиваем с одной стороны и со второй стороны. По юбке нам необходимо собрать складочку. Но мы собираем складку не по всей ширине юбки. Мы собираем складки только по той части, где у нас будет передняя часть пояса. А здесь мы оставили нетронутые складки равны длине вот этого вот заднего пояса. Так как мы когда соберем резинку, у нас складочки образуются сами по себе. Мы сделали эту сборочку и я сначала две детали пояса. Припуски я заутюжила и обметала внутреннюю часть пояса. Та часть, которая будет у нас прилегать к телу. По передней части пояса внизу на лицевой стороне я настрочила вот такую вот тесьму. Я ее вшила в шов. Вот она у меня попала в шов. Еще я хочу сказать, что по бокам у нас будут такие крылья с красной ткани. Я вообще дочке шью такой комплект. У нее будет красная блузка, которую, к сожалению, я уже сшила, но заснять процесс пошива я не засняла. Вот поэтому я выкрыла вот такие крылья. Ширина 11 см. Здесь идет на заужение. И я прострочила длинной строчкой и теперь стягиваю. Точно так же, как мы стягивали нашу юбочку по поясу. Равномерно распределяя все складочки. Так, чтобы у нас получилось 20 см. И расправим. Так, ну вот. Одна у нас готова заготовка. Одно крылышко. Теперь можно это крылышко пришить к поясу, а можно пришить к юбке. Ну, давайте я пришью к поясу. Мы скалываем вот так вот ее по лавке с одной и со второй стороны. И дальше пристрачиваем на машинке. Крылышки мы пришили. На примерке я посмотрю. Может быть, что-нибудь нужно поменять. И теперь нам необходимо вот эту часть пояса пришить уже непосредственно к нашей юбке. Не забываем, что складки у нас начинаются именно в том месте, где мы начинаем пришивать переднюю часть пояса. И теперь скалываем по всей нашей юбочке и поясу. Вот. И когда все это сколем, опять же мы по кругу все приточаем наш пояс к юбочке. Теперь со стороны пояса я начинаю притачивать его к нашей юбке. Поясочек мы пришили. Вот оно выглядит у нас вот так вот с изнанки. Так выглядит с лица. Но это еще не все. Я говорила, что у меня будет подъебушник, да? Ну, или в вашем случае, может быть, нужна будет подкладка. Она у меня будет красного цвета, с той же ткани. Но единственное, что мне не хватило длины. Поэтому я взяла подкладку. Но сомневаюсь, что я буду иметь тот эффект, который я хотела. Так как подкладка, да, она собирается в складочку. Но сам подъебушник, он будет у меня стоять прямой колом. Ну, попробуем, поэкспериментируем. Может быть, что-то и получится. А пока давайте пришьем этот подъебушник. Вот он у нас так выглядит. Мы его вкладываем вовнутрь, лицом к изнанке нашей юбки. Средний шов подъебушника у меня будет совпадать с центром задней части пояса. И по такому же принципу мы пришиваем его к нашей юбке. Вот мы подкладку в юбочке соединили. Припуски мы заутюжили вверх, насколько это возможно. И осталось обработать пояс. И будем мы это делать вот как. Я наметила линию сгиба нашего пояса. После этого мы согнем его по намеченным линиям на изнаночную сторону. И направим эти припуски вниз. Сколем булавками. Так, чтобы припуски нашей юбки смотрели вверх. А вот эти вот срезы смотрели вниз. Теперь у нас здесь не видны припуски. Видна только обмёточная строчка. Если вдруг у вас нет обмёточной строчки, тогда остаётся просто брать вот так вот подгибать срез вовнутрь. И тогда уже настрачивается. Сделали. Теперь, если надо, это можно всё сметать. Если нет, то сразу можете делать на машинке. Но не забудьте, что вот здесь нам нужно вставить эластичную резинку. Когда вы будете пришивать заднюю часть пояса, оставьте здесь небольшое отверстие. Затем просовываем резинку. Вставляем её в этот пояс. Пристрачиваем её с одной и со второй стороны. И затем уже закрываем данное отверстие. Пришиваем пояс. Пояс я буду пришивать, стараясь попадать вот в этот шов. Чтобы у нас здесь не было видно никакой строчки, поэтому я буду пришивать пояс со стороны юбки, попадая вот в данный шов. Поясочек мы пришили. И теперь отверстие, где мы оставляли, нам сюда нужно вставить нашу резиночку. Давайте сначала в самый туда дальний угол прогоним её. Вот я её пальчиками чувствую. Ровненько, перпендикулярно поясу располагаем вот этот срез. Он даже, кстати, виден на просвет. Вот здесь вот закрепляем его хорошенечко, пройдя несколько раз. Дальше подтягиваем второй конец на таком же расстоянии. И так же пришиваем. А затем закрываем отверстие. Когда мы здесь закрепляем наш пояс, нам остаётся обработать низ нашей юбки. Здесь всё просто. Вот под юбочник. То есть я его подрезала таким образом, чтобы он был на 2,5 см больше. И теперь подгибаем где-то на 1,5 см вниз нашей юбки основной. Прострачиваем. И так же на 1,5 см подгибаем низ нашей под юбочника. И прострачиваем наш низ. Всё. И таким образом наша юбка будет готова. Надеюсь, вам был полезен данный видеоурок. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.